Ситуация, когда проповедовал вдруг в революционном центре, подошел ко мне один, покаялся брат, там даже не называемых революционных, просто братья. Покаялся брат, один подошел ко мне и говорит, я хочу принять водное крещение. А это было в этом году, в январе месяце, и это была зима. Вот я говорю, а как, ну это же братья, придется, брат, придется, наверное, в проруби, где вот, где, он говорит, ну а что, я согласен, а можно говорить в проруби? Я говорю, ну конечно можно. Температура какая-то? А температура, ну где-то градусов 25, наверное, было мороза. Минус, да. Минус, да. Так это же очень быстро все замораживается в такой температуре. Быстро, не быстро, но вот, я говорю, ну давай, если еще кто-то согласится, давай мы тогда проведем водное крещение. Еще два человека согласились, и они выдолбили прорубь, и в этой проруби мы преподали троим человекам. Я спустился в воду, и в этой проруби зимой мы преподали троим человекам водное крещение. То есть, пока эти все трое заходили туда? Я там стоял. Ощущал все в полной мере, я думаю. Без всякой подготовки, моржа. Это же опасно. Знаете, это действительно опасно. Так вот точно. У меня ночью перед этим пропал сон. И я понимал, откуда этот голос. И у меня был такой голос. Что ты хочешь делать с этими людьми? У кого-то гепатит, у кого-то ВИЧ. Если у них понизится иммунитет. Если у них почка, печень откажет. Если у них остановится сердце. Что будет в этом районе? Что произойдет? Ты себе можешь представить. Я полтора часа молился, полтора часа с этим боролся. И я понял, как это отступило. И пришло облегчение. И никто не заболел. Ни с кем ничего не произошло. И сегодня один человек еще остался в этом революционном центре. И служит там.